привет девочки сегодня у нас будет видео под названием покупки сделанные под влиянием youtube на самом деле девочки я не такая влияемая скажем так я все пропускаю через фильтры и думаю долго и даже если я покупаю что-то под влиянием других блогеров я всегда мозгую я очень долго мозгую и когда я решаюсь я жду акций и скидок по полной цене под влиянием кого-то я не покупаю потому что потому что я люблю косметику но я очень люблю экономить и ну да я думаю что это вполне себе нормально для людей которые покупают косметику за свои деньги девочки давайте начнем самое ну я не знаю первая не первая но однозначно под влиянием других девочек купила вдруг взорвался русскоязычный youtube от вот этой палеточки я ее всегда динамила девочки не потому что она не казалась плохой а потому что у меня были тенюшки такого типа но когда вот все начали хвалить хвалить я потом блин сейчас я сниму с производства и и все вы знаете я во время ее купила потому что я ее купила купила еще в запас хотела сестре отдать но потом передумала потому что поняла что она таким оттенками такими оттенками не будет пользоваться ой девочки и сняли с производства ни чуточки не жалею каждую зиму я беру эту палеточку очень мне нравятся оттенки очень шикарные сейчас одно время вот такой талповый или пепельные розы был очень в моде сейчас они практически поисчезали девочки и вы их с трудом будете находить но вот этот оттенок он просто шикарный так светит солнце но зато переливается очень красиво поэтому девочки да купила я под влиянием русскоязычного ютюба следующая палетка девочки у меня в разброс все будет купила туфейс потому что все говорят классные тени туфейс но это одна из их не очень удачных лимиток кстати их давным-давно сняли с производства я их тоже урвала в тк макс это сток центр косметический американский магазин тени меня не впечатлили они неплохого качества но сама палетка на тот момент стоила по моему 26 евро жизнь не потратила на эти тени столько денег и купила я по моему 12 евро их в тк макси и честно сказать даже 12 евро мне жалко немного потому что как вам сказать и вроде они неплохие но не что-то такое особенное мне вполне устраивает качество essence и катрис понимаете я жду разницы прямо очень большой разницы на веках на сводчах везде но разница здесь небольшая то есть соотношение цены и качества меня не устроило а так в принципе ничего нормально ну к примеру если бы можно было купить их евро за 10 хотела на 13 евро или 12 это не тоже неплохо 10 евро 3 евро разница и я уже поменяла мнение но да короче эта палетка меня разочаровала я знаю девочки говорят что их оригинальная палетка классно и волна по классно и там еще этот не помню как с этим пряничным человечком лимитка была и персик все говорят классная но девочки ну я не знаю у нас она стоит 40 евро 40 с чем-то мне так жалко денег так жалко денег может когда-нибудь знаете я решусь купить и попробовать но пока купила только одну палетку от туфест и чет не впечатлилась и решила что а ну нафиг еще девочки в палеточки куплены увидела я утами первый раз про эту палетку так почему-то они у каких девочек в кулер не видела впечатлилась она так хвалила так хвалила я пошла искать и купила купила переплатила я на алиэкспресс оказалось можно было купить дешевле мне очень впечатлил вот этот дизайн те они сами очень неплохие но но если бы я не переплачивала я бы была счастлива пигментация отличная здесь есть пигменты которые плохо смываются свек нужно тереть посильнее а так тени прикольные и желеобразные есть яркие но не прям сказала ой бегите заказывайте палетку не так как ее прям хвалит изо всех сил с таким же успехом могу вам сказать купить revolution вот но дизайн мне конечно соблазнил меня и я захотела знаете иногда есть такой потребность нового бренда обязательно купила попробовала нравится хорошо что есть моей коллекции но ну скажем так пока мне не нужно больше от факулер ничего покупать не хочется вот это тоже я в то же время заказала тоже мне очень нравится единственное что девочки все равно у меня рука как-то тянется к палеткам revolution чем к фокулер но качество у них хорошее вот если на алиэкспресс по скидке купить не переплачивает вообще хорошее качество китайское мне нравится что китайцы начали делать не столько подделки сколько может быть немного аналоги и что у них сертифицированные свои бренды появились потому что я считаю что китайцы достойно того чтобы не паленое что-то продавать а свои собственные они умеют делать и шелк мне привозили друзья знакомые с китая натуральный шок шикарно просто классно еще помните может быть помните если вы смотрели англоязычный youtube прям хай был на английскую косметику w7 и особенно на палетке in the bath мне понравилась вот эта палетка больше чем in the bath это было тоже как аналоги на палетке naked хорошие палеточки если вы покупаете набор который где каждая палетка вам по 6 7 евро фра обходится вот это не показывая их раздербанила все потому что одно время меня вот раздражала вот это щелканье сейчас жалею рука меньше к ним тянется здесь сложно целые три или четыре палетки вместе это то что я не смогла выковырить и слава богу эта палетка серыми оттенками поэтому я не так прям бегу спешу покупать палетки сер серыми оттенками потому что у меня есть в коллекции достаточно их от essence 1 а w7 и техник так девочки дальше так кто за кто застал хайп палеток зои они прямо ворвались на англоязычный youtube на немецкоязычный youtube и потом на русскоязычном youtube и тоже появились качество у них на тот момент действительно было очень хорошее и 22 евро это не очень дорого было для того качества сейчас я считаю хорошо покупать их на скидках потому что я делала недавно макияж взяла вот эту палетку делала и что-то я не очень прям сейчас горю желанием дальше закупать хотя вот у лены елена прекрасный прекрасная елена порядок вечно путаю у лены смотрела ее покупки она купила себе зоева и опять так захотелось потом опять вспомнила буду ли я ими так пользоваться короче решила не покупать даже по скидкам пока останутся в коллекции эти три палетки может быть карамель меланж я бы то купила и знаете какой еще тауп палетка вот эти две палетки которые я бы купила в свою коллекцию потому что там есть достойные оттенки давайте я покажу самый смак вот этот красный хотя и вот эти тоже мне нравятся но не за 22 евро девочки просто на тот момент 22 евро это довольно бюджетная цена была отсюда я вам покажу наверное вот эти два оттенка но сейчас можно и у эссенс такие и убечь косметикс такие тени встретите можно купить за акции что вам вообще очень бюджетно обойдется все это здесь все очень многие палетки на наики 3 похоже но на веке они смотрятся симпатичнее если честно чем наики 3 то есть вот эта палетка зоева мне нравится ой смотрите не до мыла но это вроде не повлияет на свой вот так так вот такие вот тени девочки так это вот хайп на зоева был купила но я покупала девочки все равно по акциям я не по полной цене их брала они мне обошлись по 18 евро по моему так еще девочки купила уже тоже жадности потому что все девочки хвалили я боялась что они пропадут вот эти палетки эссенс вы помните может быть тоже у девочек видели видео они достойные но палитры такие которые у меня уже есть тени эссенс брала вот чисто опять же таки из-за дизайна что что было вот так вот честно признаюсь если бы вернулась назад я девочки все равно бы купила все эти палетки может быть вот эту я бы не стала покупать она меня разочаровала больше всего остальные наверное я бы все равно купила глядя назад так еще вам покажу тенюшки вот эту палетку девочки Женя на меня повлияла я увидела у нее как она хвалила и говорила что она классная палетка стоила она у революши на тот момент 5 евро и я подумала все возьму но больше покупала из-за дизайна ну и вот эти вот три оттенка вот этот синий это просто что-то с чем-то у Жени есть макияжи с этим синим и я короче очень впечатлилась голубой он даже не синий он голубой вот так color pop девочки кто покупал тоже по хайпу color pop я конечно девочки долго держалась потому что я посмотрела у немецких блогеров и кто-то сказал я бы заказала color pop но не хочу платить платить таможенную пошлину я подумал а ну один раз закажу девочки на 15 евро больше я заплатила очень я расстроилась тогда пока жду очень хороших скидок чуть-чуть осыпались но мне очень хотелось попробовать что-нибудь от color pop здесь очень пигментированные матовые оттенки хорошее качество палеток но единственное что я не хотела бы переплачивать мне обидно что американцы не переплачивают весь мир не переплачивает а я должна вот переплачивать потому что я в германии живу и у нас такие порядки тут вот так что пока довольствуюсь этим с одной стороны хочется палетки color pop больше в коллекцию но вы знаете вот куплю через время через месяц начну делать какой-нибудь макияж а палетки уже у них в магазине нет получается что я вас отразню в принципе у меня половина коллекции так но я девочки покупаю палетки не для видео а для личного использования больше поэтому как бы вот эта коллекция вот была парень ее рекламировал здесь конечно тоже вот этот синий вот этот зеленый и вот этот это просто король и королева этой палетки звязда смотрите вы видите вас слепит ну мне кажется само за себя говорит очень классный вот этот оттенок просто шикарный но он мне пришел битый тоже тогда расстроился я расстроилась что переплатила расстроилась что разбился оттенок что там сморщилась тенюшка однушка но я ее там они такие немножко кремообразные там можно было выровнять все так девочки и осталось осталось все что для лица так так кто помнит вот это вот хайп на луминайзер я девочки уже знала что хайлайтеры которые сейчас можно купить они уже ничуть не уступают мэри луминайзер но мне хотелось самой самой попробовать сравнить поносить и так далее покупал опять же таки со скидкой как видите урвала аж четверку смогла целых четыре продукта купить и вы знаете теперь как вам сказать не трогает меня не трогает меня продукция не хочу но нашла я аналоги этим хайлайтером вот это не очень поняла но это новинки более-менее синди луи эмалу а вот пенни мне безумно понравилось именно аналог революшн и мэри лу поняла что что меня бюджетные также устраивают как этот луминайзер я 23 евро не стала бы за пола раз за пола раз как это за полную пола раз так все не смогу сказать за полный рефил не стала бы платить короче вот зачем такое если можно за 5 евро купить так что вот однозначно купила по хайпу но уже опосля девочки опосля намного позднее уже хайп на эту палетку прошел никто ее не показывает только в коллекцию мелькает время от времени у всех и вот один из аналогов мэри лу это от революшн про иллюминейт здесь у меня затерт уже рефил здесь очень много продукта мне это безумно нравится трать не перетрать и мне нравится как этот хайлайтер сидит на коже он такой персиково желтоватый не для всех белоснежек он подойдет но просто для кожи с розовым или чуть желтым по тоном он может очень даже вписаться ну если вы выравниваете тон кожи тональником определенного тона можно сейчас подогнать тон кожи лица то он тоже может вписаться я надеюсь я понятно выразила мысль еще один хайп это было на хайлайтеру это на американском ютюбе их очень хвалили кэтлин лайтс еще там другие всех их имен не упомню у кого я смотрела обзоры потом наши девочки подхватили я подумала блин раз такой классный мне тоже надо попробовать не пожалела девочки очень классный особенно когда палетку четверку я купила вот этот блоссом он такой розоватый довольно а есть еще сейчас вам покажу девочки палетку скажу вот этот розоватый есть на лето шикарный золотистый оттенок который ну не такой темный golden flower crown рекомендую попробовать он именно ну он чуть желтоватее чем от revolution но он светится по более как влажный но у него текстура тонкая и вот этот вот ботаник dreams тоже классный мне понравился хоть он такой и более розовый и темноватый а нет постойте ботаник blossom glow это вот этот а вот этот ботаник блин я сейчас разница ну да вот этот чуть потемнее чем вот этот но на самом деле мне золотистый понравился из них из трех больше всего так ну вот этот я покупала под влиянием да следующий я видела у девочек вот это радужный я так и не стала покупать мне не понравился холодный холодный хайлайтер а вот этот послушала несколько девочек сказали что финиш очень даже нейтральный не прям холодный он не теплый не холодный и я уже по скидке когда вот этот хайлайтер стоил евро тогда я его купила девочки а так бы по полной цене до конца я не собиралась его покупать и он даже не такой яркий может для кого-то сойдет и как подсвечивающая пудра эссен сняли его с производства в этом году этой осенью вот девочки по скидке пойдет девочки еще не вскрывала но однозначно купила под влиянием гали галя очень похвалила вот эту пудру от freedom которая стоит у революши не больше двух евро и она сказала что он что она классно блюрит но я доверяю мнению галя потому что у нас часто вкусы совпадают я взяла но так руки не дошли пока проэкспериментировать посмотреть но думаю что на неделе в этом месяце где-то обязательно возьму попробовать вот пока могу только порекомендовать канал гали где она по моему она в нескольких видео его показывала и также последнее наверное это больше для ногтей стемпинг на меня повлияла именно катя милаш катя может быть кто-то знает ее канал она делала очень красивый маникюр показывала в видео и это очень мотивирует сейчас практически все перешли на гель лаки я девочки гель лаки не могу носить потому что я не могу больше трех дней один и тот же один и тот же цвет носить я не могу выносить что у меня перед носом какой-то один цвет я очень часто меняю лаки если настроение могу на следующий день снять другой нанести и когда катя начала показывать восторгаться какие классные можно мотивы сделать она меня очень смотивировала на эту покупку так я проходил мимо потому что когда был хайп на стемпинг я купила на алиэкспресс но дело в том что нужны специфические лаки чтобы принт отдавался очень хорошо я этого не знала раньше и ну короче у меня демотивация произошла так что у меня есть для стемпинга пластинки и с алиэкспресс там кстати громаднейший выбор и цена вообще шикарная у эссенс тоже очень прикольные пластинки и вот эта вот штучка тоже классная но опять же таки когда настроение у меня есть и у меня не все лаки работают хорошо с этими пластинками поэтому особенно лаки эссенс знаете они для стемпинга выпустили а лаки для стемпинга нет потому что я покупала племянницы и еще племянницы подружки лаки эссенс я считала что ну знаете можно на прозрачный лак какие то вот такие вот делать узоры и даже в школу никто не обратит внимание даже если нельзя на дизайн ногтей но девочки не сработали лаки и все мне сказали что блин не работа хотя дети были так рады вы не представляете девочки были я угадала их желание им где то 9-10 лет девчонкам было но видите не сработало и я очень расстроилась потому что я надеялась что будет работать вот девочки по моему по моему это все но еще я должна сказать что конечно шоколадки я покупала тоже под влиянием youtube и одни из первых шоколадок вот это например death by chocolate оригинальную шоколадку пингфиз я покупал по влиянию youtube однозначно потому что на тот момент это были очень хорошего качества бюджетные тени death by chocolate до сих пор я обожаю но оригинальную и знаете какую карамельную может быть я бы не стала покупать для меня это больше сентиментальная такая покупка была потому что с этого революшн все начиналось поэтому мне просто нужно было в коллекцию но покупала опять же таки очень многие палетки я со скидкой девочки вот наверное на этом давайте и закончим может быть я бы нашла бы еще больше продуктов камуфляж catrice однозначно я покупала вот этот вот под влиянием всего youtube когда уже слава его поугасла я разочарована оказалась мне он не подошел а девочки еще тональная основа тоже же я купила вот эти вот с капельками от catrice очень классные но девочки из-за того что мне поры расширенные они забиваются в поры несмотря на вот этот праймер от catrice мне его недостаточно это смотрится ужасно пока праймер не найду я не буду ими пользоваться полежат пока потому что некрасивее когда у вас очень пигментированные точки на носу очень некрасиво это смотрится так все вот теперь точно все всего вам хорошего девочки надеюсь вам было интересно видео понравилось и всем пока 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 пока